Темой данного урока является еще один популярный текстовый формат — это XML. XML — Extensible Markup Language или расширяемый язык разметки. Так же, как и HTML, он является теговым языком разметки, однако в XML мы придерживаемся более строгих правил, но основное отличие от HTML — что внутри XML мы сами определяем теги. Если HTML используется для того, чтобы данные отображать, чаще всего в браузере вашего компьютера или мобильного устройства, то XML используется для того, чтобы данные хранить. Давайте рассмотрим пример документа в формате XML. Мы здесь также будем описывать тех же двух студентов, которые принимали участие в моем курсе. Начнем мы с одного большого элемента — Students List. Затем мы будем внутри описывать каждого студента по отдельности. Также в тегах FirstName, LastName и Certificate мы пишем имя, фамилию и получили он сертификат. Затем в тегах Scores мы пишем баллы, которые он заработал в первом, втором и третьем модуле. Теперь, когда мы хоть немножко посмотрели на синдексы с XML, давайте попробуем разобраться, что же такое элемент в XML. Ну, прежде всего, элемент у нас объявляется с помощью тегов. Тег у нас открывается с угловых скобок и закрывается также угловыми скобками. Первое слово, которое следует после открывающей угловой скобки — это и есть наш тег. Элемент у нас определяется либо двумя тегами, которые открываются и закрываются, в нашем случае это такой тег и вот такой тег. Мы понимаем, что он закрывается, потому что у нас существует слэш сразу после открывающей угловой скобки. Либо мы можем определить элемент с помощью одного тега, который сразу открывается и закрывается. Мы можем это понять, потому что слэш присутствует в конце его записи перед закрывающей угловой скобкой. Раз мы поняли, что элементов соответствует открывающей и закрывающей тег, давайте попробуем посчитать число различных элементов в нашем примере XML документа. В нашем случае StudentsList будет отдельным элементом, который вот здесь начался и здесь закончился. Student будет отдельным элементом, который начался здесь и закончился здесь. FirstName будет отдельным элементом, LastName будет отдельным элементом, Сертификат также будет отдельным элементом. Scores будет отдельным элементом, который включает в себя элементы модуль 1, модуль 2 и модуль 3. А что же тогда является содержимым нашего элемента? Ну, прежде всего то, что заключено между нашими тегами. Если у нас был открывающий и закрывающий тег, то все, что попало между этими тегами, является содержимым данного тега. Прежде всего сюда может попасть какая-то текстовая информация или, например, другие элементы. Также мы храним внутри элемента атрибуты. Атрибуты — это пара ключ-значения, которые разделены равно. Значение у нас всегда хранится в кавычках, и мы объявляем атрибуты в открывающем нас теге. Таким образом, мы здесь бы могли написать, что у нашего элемента есть на самом деле атрибут ID со значением 1. Тогда к нашему примеру мы могли бы, пожалуй, добавить идентификаторы нашим студентам. Возможно, это были бы какие-то идентификаторы из нашей базы данных, из которых мы достали нашу информацию. Но вот мы объявили, что у нас есть студент с ID 1 и студент с ID 2. Важно понимать, что в XML-формате мы сами придумываем себе формат, мы сами придумываем теги, сами придумываем имена для атрибутов. Поэтому, если другие люди будут пользоваться нашим XML-форматом, нашими данными, которые хранятся в XML-формате, важно, чтобы мы придумывали понятные имена для наших тегов и для наших атрибутов. Поэтому, проще всего, использовать понятные слова, которые бы хорошо объясняли сущность тех данных, которые вы храните. Я храню внутри тега students list список студентов. Все понятно. Внутри тега students я храню информацию о конкретном студенте. First name и last name хранят имя и фамилию. Scores хранят оценки, которые он получил в течение первого, второго и третьего модуля. А внутри элемента certificate я описываю, получил ли он сертификат. Из-за того, что элементы в формате XML могут также связаться в другие элементы или текст, то нам проще всего изображать данные в XML-формате с помощью деревьев. Корнем нашего дерева в нашем случае будет элемент students list. У него будет два ребенка. Это студент с ID 1 и студент с ID 2. Тогда у нашего студента с ID 1 будут также дети. Это элементы first name, элемент last name, элемент certificate, элемент scores, в котором мы будем хранить баллы. И у данного элемента также будут дети. Это элементы модуль 1, модуль 2 и модуль 3. Такое представление данных в формате XML в виде дерева продиктовано самим форматом. Более того, формат XML требует от нас наличия выделенного корня, то есть такого элемента, который содержал бы в себе все остальные элементы. Поэтому все программы и библиотеки, которые занимаются разбором данных в формате XML, так или иначе хранят его именно в виде дерева. И стандартная библиотека языка Python не является исключением.